Как оспорить штраф за парковку в Москве? Есть множество видов взыскания за неправильную парковку, каждый из которых имеет свои нюансы. При вынесении постановления о нарушении инспектора ГИБДД не всегда объективно, некоторые действия идут вразрез с законодательством Российской Федерации. Игнорировать неправомерные действия нельзя. Если знать, как оспорить штраф за парковку в Москве, можно избежать потери огромных денежных сумм. Особенности взыскания за стоянку автомобилей Парковка – услуга по предоставлению специально отведенной и оборудованной территории для оставления транспортного средства на определенное время. В городе созданы специальные места, в которых разрешается оставлять автомобиль на определенный период времени за фиксированную плату. Если оставить в Москве авто в непредназначенном для этого месте, например, на газоне, машину эвакуируют на штрафстоянку, а владельцы оштрафуют. Парковка в неположенном месте 10 декабря 1995 года. Был установлен правовой акт федерального уровня под номером 196 С, согласно которому допускается только четыре вида парковок, примыкающие. Оборудованная площадка в виде заездных карманов с очерченной территорией под каждую машину. Они находятся возле зданий, созданных для временного оставления транспортного средства. Специализированные территории могут быть как закрытого охраняемого типа, так и открытые неохраняемые. Парковочный заезд специально расчерчивают разграничительными линиями под определенное количество автомобилей. Такие автостоянки удобны тем, что человек может оставить авто на ночь. Их величина ограничена, особенно в Москве. Внутренние. В таких случаях паркинги обустраивают в цокольном этаже монолитных зданий и сооружений. Распространены такие виды парковок в супермаркетах, торговых и бизнес-центрах. Для парковки машин ночью создают специальные места под центрами и жилыми зданиями. Внутри дворовые. Парковка исключительно для резидентов. Представляет собой специальные места для стоянки и транспортных средств, которые прописаны в договоре водителя и владельца данной территории. Важно! Городские территории находятся под управлением городской администрации Москвы. Штраф за парковку на газоне. В какие инстанции обращаться, чтобы обжаловать штраф за парковку? Есть случаи, когда штраф был выписан незаконно и собственник авто имеет право начать заказывать свою невиновность, оспаривание, выписанный штраф. Выделяет два основных вида взысканий. Первое применяется против автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Второе – за неуплату, просрочку оплаты стоянки. Важно! Парковочное разрешение резидента дает человеку возможность пользоваться в своем районе всеми парковочными местами абсолютно бесплатно. Выделяют и несколько инстанций, при которых можно протестовать штраф за парковку в городе Москва, если взыскание требует государственное. Контрольное управление АМП обращаться нужно в Московское государственное предприятие. В учреждение ГИБДД обращается в одно из территориальных отделений. Для обращения в судебную инстанцию района изначально необходимо пройти ТАП до судебного решения вопроса, только потом обращаться в эту организацию. Составлением протоколов по данному административному нарушению занимается не Государственная инспекция безопасности дорожного движения, а специальное учреждение города Москва – ГКУ АМПР. Полученные штрафы оспаривают именно в этом учреждении. Есть несколько способов оспорить взыскание, но для начала необходимо потратить время на сбор документов. Парковка на тротуаре для понимания возникновения штрафов необходимо знать наиболее распространенные из них, если транспортное средство было оставлено под знаком «Стоянка запрещена», его владельцу придется заплатить до 3000 рублей звездочка. Если водитель поставил авто на тротуар, велодорожку или пешеходный переход, ему придется заплатить также 3000 рублей. Звездочка при этом не имеет значения, заехала ли машина на запрещенную территорию одним колесом или всеми исключения места со специальными указателями, разрешающими парковку. Машина была оставлена на железнодорожном полотне или переезде. Водитель обязан заплатить 1000 рублей звездочка. Машина была оставлена в местах для особой категории граждан, например инвалидов. Человека имеют право штрафовать на 5000 звездочка, его машину могут забрать на штрафстоянку до уплаты указанной суммы. Парковка на газоне обойдется водителем в 5000 рублей звездочка. Юридические лица обязаны заплатить до 30000 звездочка, организации до 300000 рублей звездочка. Обратите внимание, в некоторых случаях, если водитель обращается в соответствующее учреждение для оплаты взыскания, ему полагается скидка 50%. Например, за оставление транспортного средства под специальными знаками автолюбитель заплатит не 3, а полторы тысячи. Как оспаривать штрафы за парковку в Москве? У любого человека есть право обжаловать штраф. Пользу водителя могут сыграть абсолютно разные факторы, вынужденная остановка, управление транспортом другим человеком, отсутствие знака, запрещающего оставление автомобиля. Раньше водители были обязаны ехать на прием в инстанцию, писать заявление, а после – ждать ответа заказным письмом. Люди тратили много времени на решение вопроса, поэтому часто соглашались даже с несправедливыми взысканиями. Сейчас можно оспорить решение онлайн, чем пользуется большинство владельцев транспортных средств. На официальном сайте Автокод есть полная инструкция, в зависимости от вида нарушения. В сайт Автокод для обжалования штрафов на ресурсе размещена специальная схема для решения подобных проблем. Водителю нужно зарегистрироваться, войти в свой профиль, перейти в раздел «Обращение». Следующий шаг – введение номера постановления, после чего система автоматически покажет организацию, которая выписала штраф. Из предложенных вариантов нужно выбрать подходящую причину для обжалования. Процесс обжалования на данный момент у водителей есть несколько способов обжаловать штрафное распоряжение, позвонить на горячую линию одного из вышеписанных учреждений, заполнить форму на специальном сайте, тот же Автокод, отправить электронное письмо с жалобой. Через соответствующую функцию в приложении для мобильных устройств «Парковка Москвы» найти адрес инстанции, написать письмо, отправить его по обыкновенной почте, лично написать заявление в государственной организации АМПР. При личном обращении в АМПР рекомендуется для отправки жалобы использовать отдел делопроизводств. Это позволит правильно зарегистрировать пакет документов, что ускорит процесс рассмотрения заявки. Алгоритм процесса – следующий – определение инстанции, которая выписала штраф. В документе указано НН, первые цифры которого необходимо проверить. Например, 188 ГИБДД 782 или 035604, МАДИ 780 или 0355 АМПР. Проверка срока. В КАПРФ есть статья 30.3, в которой прописан срок оспаривания – 10 дней. Если в этот период заявление не было подано, необходимо немедленно подать ходатайство для восстановления указанного срока. Ходатайство будет рассмотрено только при наличии уважительной причины отсутствия заявления в указанный промежуток времени. Подача жалобы. Необходимо собрать и сделать копии доказательства своей правоты. Например, скриншоты сообщений операций, чеков и квитанций об оплате указанной суммы. В бланк следует вводить только актуальные данные и детально объяснять причину обращения в инстанцию. К жалобе необходимо прикрепить доказательства в качестве приложений. Жалоба отправляется в соответствующее учреждение вместе с доказательствами. Для отправки существует множество способов, включая онлайн. Обратившемуся придет уведомление о ее получении и регистрировании. Образец заявления для обжалования решения заполнения заявления занимает несколько минут. Принцип заполнения следующий – личные данные и контакты, например, номер телефона или e-mail, указываются в самом верху бланка. Ниже пишется дата, номер и инстанция, которая выдала постановление. Далее человек должен рассказать о причине обжалования, детально описывая все моменты. Дата заполнения заявления и подписать заявителя ставятся в самом конце. Обратите внимание, судебный процесс назначается сразу после рассмотрения бланка и приложений. Заявитель узнает об этом через контакты, которые он указал в бланке. Если суд вынесет решение в пользу заявителя, штраф отменят и выдадут соответствующее постановление. При отклонении жалобы заявителю отправляется постановление с квитанцией иного типа. В восстановлении должен быть указан факт взыскания на законных основаниях. Во избежание дальнейших проблем, включая арест, следует оплатить необходимую сумму в течение 60 дней. Чем грозят повторные нарушения? Независимо от причины неуплата штрафа за парковку – серьезный поступок. В статье 20.25 КОАП Российской Федерации прописаны три меры наказания нарушителю увеличения суммы основного взыскания. Нарушитель обязан заплатить еще один штраф в два раза превышающий размер предыдущего. Нарушителя задержат за административное нарушение на срок до 15 суток. Общественные работы на срок до 50 часов. Государственные инстанции могут обязать должника заплатить дополнительные штрафы с существенным увеличением суммы при повторных нарушениях. Если владелец транспортного средства игнорирует наказание, он может быть задержан на две недели. При отсутствии документа об оплате указанной суммы дело может быть передано судебным приставам. Они в любой момент могут арестовать все деньги на банковском счету или картах. Самый простой способ избежать повторных взысканий – своевременно платить штраф. Звездочка цены актуальны на июнь 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова